Вчера в правительстве Республики Башкортостан состоялась первая послевыборная оперативка правительства. Была она короткой, но, в общем-то, не скучной. Как ни крути, все равно пришлось начать с вопросов выборов, с результатов выборов, но Хабиров все-таки ввернул очередное свое дежурное достижение, сообщил нам о том, что за 8 месяцев 2021 года уровень ввода жилья в республике составил 122% к уровню аналогичного периода прошлого года. Но мы много раз говорили о том, каким образом достигаются вот эти вот замечательные цифры по вводу жилья. Я имею в виду то, что у нас учитывается любая сарайка и собачья будка, и все это включается в квадратные метры. Но вот что есть, то есть. Плюс 22% к прошлому году. Видите, например, вы это воочию или не видите, я не знаю. Ну и дальше перешли к выборам. Хабиров сообщил нам дословно, что поставленную задачу мы выполнили. Политическая борьба была острая. Ну, по поводу политической борьбы я бы тут, конечно, подискутировал. А вот по поводу поставленной задачи у меня вопрос, кто, Радь Фаридович, вам ставил задачи? Нельзя ли нам узнать поподробнее о том, какие задачи вам были поставлены? Но я думаю, что мы проанализируем в субботу и в воскресенье окончательно итоги выборов. Почему я говорю в субботу и воскресенье? Потому что в субботу у нас будет штатный выпуск, а в воскресенье мы все-таки проведем итоговый стрим, связанный с итогами выборов, потому что уже точно будут заявлены все стопроцентные посчитанные бюллетни, то есть уже будет окончательная информация как ЦИКа РБ, так и ЦИКа Российской Федерации. В общем, будет нам о чем говорить. Неудивительно, что первым вопросом оперативки был вопрос о результатах выборов в Государственную Думу и дополнительных выборов в Госсобрание, Горсовет Уфы и так далее. Естественно, докладчицей была Илона Анатольевна Макаренко, председатель Центральной Избирательной Комиссии Республики Башкортостан, и она сообщила, что на момент доклада 12 часов вчерашнего дня она уже обработала более 91% избирательных бюллетеней, явка по Республике Башкортостан, по мнению Илона Макаренко, составила почти 73%, Единая Россия набрала 69%, КПРФ 15%, ЛДПР 6,7%, Новые Люди набрали 3,2%, Справедливая Россия набрала 2,7%, остальные партии набрали менее 1%. Ну, рекордная явка на выборы. В Саловате, например, в городе Саловате, обратите внимание, по мнению Илона Макаренко, пришло 75% избирателей. В Татышлинском районе 92,8%, в Саловатском районе 96,4%, в Благоварии 93,6%. Вот это вот муниципалитеты-рекордсмены у нас в Башкирии. Честно говоря, я не знаю, как относиться к подобным заявлениям госпожи Макаренко. Может быть, утешением для нас явится то, что, например, Единая Россия в Татарстане набрала на 10% больше, чем в Башкирии. КПРФ на 5% меньше, чем в Башкирии. ЛДПР в Татарстане показала результат вдвое меньше, чем в Башкирии. Новые Люди в 3 раза меньше. А Справедливая Россия, кстати говоря, набрала ровно столько же, сколько и в Башкортостане. В двух братских республиках Справедливой России досталось 2,7%. Ну, как относиться к этим результатам, признавать их, не признавать причину этих результатов? Мы, повторюсь, будем подробно обсуждать ближайшую субботу и воскресенье. Госпожа же Макаренко нам докладывала в основном статистические данные. Она нам сообщила, что в республике было 13,5 тысяч наблюдателей. Это очень важная цифра. Если верить Илоне Анатольевне, то в среднем было по три наблюдателя на участок. У нас 3403 избирательных участков было в республике на выборах. И вот 13500 наблюдателей. Однако мы помним о том, что на многих участках, по свидетельству очевидцев, наблюдателей не было вовсе. Ну, вот как-то так. Также Илона Макаренко сообщила нам, что в Государственное собрание Республики Башкортостан произошли до выборы. И, в общем-то, результат этих выборов абсолютно предсказуем. Прошли в госсобрание Загир Хакимов, Тамара Тенцелкужина, шашистка, и Милана Скоробогатова, которая ввиду окончательного истечения сроков всех возможных контрактов осталась без работы. Она была уполномочена по делам ребенка, и вот теперь ее пристроили в госсобрание. По поводу конфликтных ситуаций Илона Макаренко характеризовала ситуацию так. Как ни странно, основное количество жалоб было справедливо России, сказала она. А потом был шквал жалоб от КПРФ. Но Илона Анатольевна характеризовала общую картину следующим образом. Говорить, что у нас какая-то проблема серьезная, не приходится. Основная часть жалоб циком рассмотрена и отклонена. Но если перевести на русский язык косноязычную фразу Макаренко, потому что если вы прослушаете ее в оригинале, она сама себя запутала и не поняла, что сказала. Ранее, выступая в пресс-центре выборов, Хабиров заявил, что жалобы вообще являются элементом политической борьбы. Ну, в общем, общее ощущение от вот этого доклада и комментариев Хабирова складывалось такое, что они оба друг друга уговаривают, что у них все хорошо. Ну, попутно немножко еще уговаривают нас, но в основном они друг друга уговаривали. Илона Анатольевна и Радий Фаритович убеждали друг друга, что выборы прошли замечательно, спокойно, ровно и абсолютно честно. Хабиров с жаром благодарил Макаренко, потом отдельно поуговорил МВД, Росгвардию, Роспотребнадзор. Ну, это важные такие организации, которые обеспечивали выборы. Особенно Роспотребнадзор, особенно в Нефтекамске отличился. Мы тоже об этом будем говорить в конце недели. Хабиров отдельно еще раз напомнил, что количество жалоб было незначительно, что выборы состоялись, 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 состоялись. Много раз повторял это слово Хабиров, убеждая самого себя. А также Хабиров констатировал, что в Государственную Думу прошли только достойные люди. Спеша отделаться от неприятной темы выборов и того, что вообще случилось на этих выборах, Хабиров перевел оперативку в рабочее русло и дал слово Забелину Максиму Васильевичу, который сообщил нам ситуацию с коронавирусом. Тональность наших властей на этой неделе меняется, коронавирус снова становится опасной проблемой. Мы помним, как перед выборами постепенно затухала-затухала острота этого вопроса. Ну правильно, людей что пугать, они и так не собираются идти на выборы, а еще тут коронавирус. Но теперь все в полную силу. 63 200 заболевших в общее количество по республике. 320 человек прирост за последние сутки. 17 человек умерло от коронавируса тоже за истекшие сутки. Это рекорд. Занятость коек в лечебных учреждениях 90%. По поводу прививок немножко тоже тему начинаем закрывать, видимо, потому что очевидно не эффективность вообще прививочной компании в целом и российских вакцин в частности. Но пока еще говорим. Соответственно сообщается о том, что первым компонентом привито 1 миллион 243 тысячи человек в Башкортостане, а это уже на минуточку 30% вообще населения республики. Вторым компонентом привит 1 миллион 129 тысяч человек. По плану всего нам нужно вакцинировать 2 миллиона 400 тысяч человек. Такой план. То есть нам нужно удвоить количество вакцинированных, что собственно очень сложно себе представить, учитывая то, что темпы вакцинации падают в целом по России и в Башкортостане тоже. Ну, в общем, что есть, то есть. Комментируя ситуацию, Хабиров поздравил отдельно Рима Утяшева с избранием в Государственную Думу. Она действительно проходит точно теперь уже в Государственную Думу, потому что находится на нужном месте в списке партии «Единая Россия». Хабиров выразил надежду, что Рима Утяшева не перестанет заботиться о Башкортостане и нанесет непоправимую пользу в целом Российской Федерации, трудясь в Государственной Думе. И слово передали Анне Андреевне Казак. Женщина-казак продолжила пугать население, сообщила, что ситуация с коронавирусом у нас напряженная, что она ожидает четвертую волну коронавируса и проценты у нее внушительные. Ну, собственно, она продолжила вот эту вот концепцию нагнетания жути вокруг коронавируса. Посмотрим, каковы цели и задачи этой новой компании, но, тем не менее, вот мы видим, что все в один голос начинают нас снова пугать коронавирусом, его взрастанием, его увеличением и так далее. Третьим вопросом был вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах. И в чрезвычайных ситуациях первым выступал, как обычно, министр ЖКХ господин Морзаев, сообщил нам Алан Викторович о том, что вопреки тому, что буквально неделю назад только пять процентов муниципалитетов получили паспорта готовности к отопительному сезону, на сегодняшний день, на минувший понедельник, на 20 сентября 100 процентов муниципалитетов получили паспорта готовности. То есть, по словам Алана Викторовича, повсеместно в Башкортостане все объекты, все многоквартирные дома, все социальные организации и объекты, все готовы к отопительному сезону. В 99 процентов социальных объектов отопление уже подано. То есть, детские сады, больницы, поликлиники, всевозможные социальные учреждения. Единичные объекты не получили отопление в связи с какими-то конкретными техническими ситуациями. Где-то не завершился ремонт, где-то что-то сломалось и не заработало. Опять перешли к обсуждению момента пуска отопления в многоквартирные дома. Это основной момент, вообще основная проблема на сегодня. Морзаев сообщил, что температура менее 8 градусов, держится уже четвертые сутки, и предложил подать тепло с 21 сентября. То есть, вот с того момента, когда мы сейчас говорим об этом, со вторника. Однако Морзаев прозорливо сообщил нам, что вообще-то решение находится за главами муниципалитетов. Прямо скажем, позиция весьма лукавая. Если предшественники Морзаева разбивались в лепешку о ситуацию с тем, кто решает, когда пустить отопление и кто тут будет крайними виноватым, Морзаев пошел путем делегирования ответственности и заявил, что вообще-то это не я решаю. Это вообще мэры городов и главы районов решают. Вот как они решают, пускай так и будет. С одной стороны, конечно, ситуация и позиция абсолютно разумная, потому что, условно говоря, температура в Нефтекамске и температура в Кумертау или, не дай бог, где-нибудь в Училах, они в один и тот же момент очень разные. В Белорецком районе уже снег выпал. И кое-где он там, видимо, еще останется лежать уже до весны. А есть районы, где довольно тепло. Тем более, что заговорили о том, что у нас теплый фронт наступает и скоро опять станет тепло. Хабиров, выслушав Морзаева, сказал дословно, решение принимаем. Правда, не сказал, какое решение, но логически следовало, что вроде когда. Хабиров согласен, что во вторник, 21 сентября, тепло должно уже начать подаваться в многоквартирные дома. Но не спешите. К концу оперативки Хабиров передумает, и мы об этом обязательно поговорим. Далее слово предоставили министру транспорта и дорожного строительства господину Булышеву. Александр Владимирович заунывно сообщил нам о том, что ДТП у него увеличиваются, пострадавшие в числе своем растут. Погибло за прошедшую неделю 10 человек. Всего за год 21 погибло 333 человека, что на 19 больше предыдущего года. Напомню, что несмотря на то, что Булышев регулярно докладывает о превышении нормативов по смертности на дорогах, Хабиров никак на протяжении последних месяцев не реагировал на эти тревожные сигналы. И вот Хабиров очнулся. Дословно звучало это так. У вас три месяца осталось, а по количеству погибших идет рост. Пусть ГИБДД выходит на улицу на усиление с утра до вечера. Конец цитаты. Хабиров опомнился. Напомню, купить камеры так и не получилось. Контракт буксует. Он так составлен хитро, что либо мы его отдадим нужным людям, либо его не получит никто, судя по всему. В итоге не получил никто. Камеры не закуплены, контракт не заключен. Контроль за автомобильным движением остается исключительно за людьми, за ГИБДД. Хабиров наивно полагает, что ГИБДД сейчас все бросит, сделает волосы назад и побежит мерзнуть на улицах день и ночь, лишь бы только добиться достижения тех параметров, которые ему установлены федеральным центром. Конечно же, этого не случится. Напомню, что и численный состав, и вообще подчиненность ГИБДД не располагают к предположению о том, что они сейчас будут исполнять указания губернатора. Ну и повторюсь, провал с камерами, конечно, в общем-то наложил свой отпечаток на эту ситуацию. Пожалуй, что Радь Фаридович спохватился поздновато. Четвертым докладом шел доклад об итогах реализации мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации. Давненько мы не видели министра сельского хозяйства Фазарахманова. Что-то мне подсказывает, что докладывать ему в этом сезоне будет особенно не о чем, учитывая ту погоду, которая царила в Башкортостане в минувшем сельскохозяйственном сезоне. А также вызывает сомнения вообще позиции господина Фазарахманова в правительстве, особенно после низвержения его постоянно действующего покровителя господина Тажетдинова со всех постов. Напомню, что господин Тажетдинов перестал быть и первым вице-премьером, и утратил массу функций, и перестал быть руководителем аппарата правительства. В общем, ушел куда-то совсем-совсем этажами ниже. Фазарахманов, протеже Тажетдинова, Фазарахманова вообще вытащил из ниоткуда Тажетдинов. Напомню, что вообще-то раньше он трудился на другой стороне Белого дома, занимался исключительно канцелярской работой, но вот Тажетдинов рассмотрел Фазарахманове некое дарование и сделал его министром сельского хозяйства. Вернемся к теме доклада. Фазарахманов доказывал, и это не оговорка, в своем докладе, как он жарко заботится о фермерах в Республике Башкортостан. Ильшат Ильдусович сообщил нам, что доля фермеров в общем сельскохозяйственном производстве Республики Башкортостан составляет всего 14%. Ну, немного, да? То есть даже не четверть. Это вот вклад фермерских хозяйств в общий вал продукции. В деньгах это 27 миллиардов рублей. Много это или мало, я не знаю. Но по плану Ильшат Ильдусович собирается к 2030 году, через 9 лет, довести этот процент до 20%. Сложно сравнивать, конечно, сельское хозяйство одной страны с другими странами. Разные климатические условия, разные условия как бы самого земледелия, почвы и прочее. Конечно, очень трудно сопоставимы, например, и сравнивать Россию, Казахстан, Россию и Бельгию, наверное, бессмысленно. Но, тем не менее, во многих странах по структуре сельского хозяйства фермерские хозяйства преобладают над крупными сельскохозяйственными производителями. У нас же вот 14%. Взрахманов рассказал нам о том, что 620 миллионов рублей он потратил в минувшем году на помощь фермерам. Все гранты доведены до грантополучателей. ИРБ занимает второе место по количеству полученных от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации денег. Вот это Фазарахманов почитает достижением. Не рост объема сельхозпроизводства или переработки, а именно получение денег из федерального центра. Ну, отчасти это, наверное, заслуга. В 2022 году Фазарахманов прогнозирует, что денег в сельское хозяйство будет вкладываться еще больше. И, как апофеоз вложения денег в сельское хозяйство, почему-то Ильшат Ильдусович заявляет о появлении в Башкирии агротуризма. Видимо, это самая высшая стадия развития сельского хозяйства в представлении господина Фазарахманова. Напомню, что Ильшат Ильдусович стал известен своими скандальными советами о распродаже тракторов для малых сельхозпроизводителей в самый тяжелый период, самую засуху в 2021 году. Господин Фазарахманов цинично советовал распродавать трактора, которые совсем недавно сам же заставлял покупать в лизинг местных сельхозпроизводителей. Честно говоря, я в очередной раз разочаровываюсь господине Фазарахманове, прихожу к выводу, что место он свое занимал исключительно по протекции господина Тожединова, и теперь обоих можно списывать в утиль. Неожиданно интересный доклад на оперативном совещании сделал наш министр транспорта и дорожного строительства. В первую очередь, этот доклад был интересен тем, что министр транспорта и дорожного строительства наконец-то заговорил о транспорте и дорожном строительстве. А то вот все время изображал из себя какого-то отставного ГИБДДшника и говорил про ДТП. В частности, господин Булышев рассказал нам о том, как обстоят дела в строительстве восточного выезда, того самого пресловутого тоннеля, который выведет туда в Забелие и, в общем, вот что-то там будет делать. Перейдя к предыстории вот этого строительства, а строится этот тоннель там вообще с каких-то незапамятных времен, с 90-х годов, был долгие годы законсервирован, господин Булышев нам сообщил очень важные и интересные вещи. Ну, во-первых, он нам освежил в памяти, как это было. Концессия на строительство была заключена 1 июня 2017 года. Возобновление строительства произошло в январе 2020 года. Это две очень важные даты, которые мы должны помнить. По плану строительство должно занять 4 года, и в четвертом квартале 2023 года, то есть практически через 2 года ровно, строительство должно быть завершено. Проект включает в себя тоннель длиной 1200 метров, мост через реку длиной 2700 метров и 10 километров дороги с полноценной развязкой в виде клевера. Строительство ведет башкирская концессионная компания, которая, собственно, является заказчиком. А вот некая ООО Лимак-Мараш автодороги, которая для простоты проще называть ЛМА, вот эта ООО является главным подрядчиком. Генеральным директором этой ООО является ОЗАТ Хасан Эмре, некий турецкий товарищ. Учредителем этой ООО является акционерное общество, одноименное ЛМА, далее следы учредителей теряются. Но что-то такое турецкое в этом есть. Примечательно, что зарегистрирована вот эта ООО была всего лишь за 2 месяца до заключения концессии. Тоже очень симптоматичная вещь, но да ладно. Далее господин Булашев заговорил о деньгах. Общая стоимость проекта составляет, по его мнению, на данный момент 33,5 миллиарда рублей. Это один из самых масштабных проектов, реализуемых в Российской Федерации. На данный момент, по словам Булашева, задействовано на строительстве 2423 человека и 160 единиц техники. При том, что в штате ООО никогда не числилось больше 400 человек. По плану до конца 2021 года должна быть завершена проходка тоннеля, и он должен быть пробит уже к берегу реки, и должно быть начато устройство мостовых опор. Прежде чем мы продолжим рассказ о том, что о деньгах нам сообщил господин Булашев, а он сообщил нам очень интересные вещи, я бы хотел отметить одну вещь, которую я сам нашел, раскопал. Это данные по 2020 году по этой ОООшечке ЛМА. Общее поступление денежных средств в этой ОООшечке было за год 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Прибыль составила, валовая прибыль, 565 миллионов рублей, и себестоимость продаж 1 миллиард 870 миллионов рублей. То есть себестоимость к поступлению как один к двум. Неплохая рентабельность. Ну, сейчас вы поймете, к чему я это говорю. Господин Булашев сообщил нам о погодовом финансировании проекта. В частности, он нам рассказал о том, что в 2018 году было выделено 1 миллиард 150 миллионов рублей, в 2019 году 1 миллиард 618 миллионов рублей, в 2020 году 5 миллиардов 400 миллионов рублей, и в 2021 году аж 8 миллиардов 286 миллионов рублей. Так вот, отмечаем, что в 2018 и 2019 годах, а за эти два года финансирование проекта составило без малого 3 миллиарда рублей, так вот в этих годах строительство не велось вообще. Помните, да? Оно началось в январе 2020 года. Куда делись 3 миллиарда? Ну, может быть они куда-то и делись на какое-то благое дело. Может быть на содержание туннеля, может еще на какие-нибудь приятные вещи, да? Но было бы неплохо, если бы господин Булушев расшифровал. Мы же здесь не идиоты, чтобы слушать вот его и смотреть на его таблицы, и не понимать, что там написано. Два года проект получал почти в среднем по 1,5 миллиарда в год. И куда? Вопрос. Дальше. 2020 год. Проект получил 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Однако, компания ЛМА получила 4 миллиарда 600 миллионов рублей. У меня вопрос. Куда делись 800 миллионов из этого проекта, а компания ЛМА является единственным подрядчиком вот этой вот башкирской консессионной компании? Тоже какая-то непонятная ситуация, и тоже неплохо бы, если бы господин Булушев объяснил. То есть там 3 миллиарда куда-то делись, здесь 800 миллионов куда-то делись. Я пока не утверждаю, что их попятили, украли, отвязали и потратили на какую-нибудь недвижимость за рубежом, но объясните нам, куда делись вот эти существенные деньги из этого огромного большого проекта. Завершая описание финансовой ситуации проекта, господин Булушев сообщил, что на данный момент существует дополнительная потребность в 16 миллиардах рублей, которые еще не выделены и не бюджетированы, то есть неизвестно откуда их придется брать, а они уже находятся в смете, 16 миллиардов рублей, которых нет на 22-23 годы. Но это тревожная ситуация, прямо скажем. Господин Булушев сообщил, что если мы сейчас ударно поработаем и к концу года выполним план, то нам наверняка дадут авансом эти деньги. Ага, сейчас разбежались и два раза перекувыркнулись. То есть вообще не так все замечательно с деньгами в бюджете Российской Федерации, чтобы такими существенными суммами разбрасываться. 16 миллиардов это вам не кот начихал. Ну посмотрим. Вот лично для меня это прозвучало довольно тревожно. Однако Хабиров не услышал этого. Он сказал, что если мы план-то выполним, то нам же дадут. Он вообще вот такой очень оптимистический человек. Он верит в хорошее и не верит в плохое. Верит в то, что ему дадут 16 миллиардов авансом, как дополнительное финансирование к тому проекту, который уже 10 раз был просчитан, много раз с тревогой проверен и кое-как запущен. Ну посмотрим. У нас все впереди. Не за горами сдача объекта. Так что будем наблюдать. В завершении оперативного совещания прозвучал доклад председателю Госкомитета по туризму республики Тукановой Эльмира Наилевны. Вот этой загадочной барышней, которую нам привезли откуда-то, там из Челябинской области, по-моему, или из Екатеринбурга, ну в общем откуда-то, с Урала. Доклад был о стратегии развития туризма. Вот честно говоря, я уже немножко сбился со счета, сколько раз мадам Туканова докладывала нам о стратегии развития туризма. То есть очередные разработки, очередной стратегии аж до 2035 года, теперь нам доложила эта женщина. Ну, когда у нас уже закончится разработка стратегии, мы перейдем непосредственно к развитию туризма, так и непонятно, но у меня появляется мысль о том, что нам необходимо создать дополнительное ведомство в составе правительства, и ведомство это должно быть министерством стратегий. Ну, собственно, что нам рассказала Туканова об очередной своей стратегии, это то, что этапами у нее были изучение лучших практик, по-сейденности это Монте-Карло и Карловы Вары, исследование предпочтений, тут ответ прост, россияне и жители Башкортостана предпочитают Анталию, разработка проекта стратегии и дорожных карт. Ну, то есть проект стратегии, проект проекта стратегии и дорожных карт. Я уже запутался. Дальше было проведение стратегических сессий, ну, понятное дело, это были печеньки в Крыму, а может быть все равно в Монте-Карло. Дальше изучение информации о ростуризме. По планам было. Ну, и закончилось все, как обычно, с согласованиями. Ну, куда же без этого. Собственно, цели и задачи этой стратегии были изложены госпожой Тукановой, их немного, и звучат они так. Она собирается достигнуть численности туристов в республику в 5 миллионов человек в год. 25 миллиардов рублей должна составить выручка туриндустрии в год. Занятость в этой отрасли должна возрасти в 2 раза. Налоговых ассигнований тоже должно быть в 2 раза больше. А внутренние поездки должны составить 2,5 поездки на одного жителя республики Башкортостан. Вот, честно говоря, на что рассчитывала мадам Туканова, совершенно непонятно. Самый простой анализ и расчет показывает, что она думает, что на одну поездку один турист тратит 5 тысяч рублей. То есть, вот, 25 миллиардов выручки туристической отрасли и 5 миллионов туристов. Но разделите 25 миллиардов на 5 миллионов. Вы получаете 5 тысяч. То есть, в представлении мадам Тукановой обыкновенный турист, рядовой, средний, тратит 5 тысяч рублей на поездку. На транспорт, отель, питание, экскурсии 5 тысяч рублей. Ну, вот, у меня опять сомнение. Радий Фаридович, вы, похоже, опять ошиблись. Вы опять ошиблись с выбором руководителя вот в эту туристическую отрасль. Человек несет какую-то совершенно лютую ересь вам в глаза и нам всем в глаза. И вы все это принимаете, совершенно благосклонно слушаете вот эту бильберду, которую несет госпожа Туканова по поводу экотуризма, этнотуризма, слабой кооперации по продвижению брендов, кластеров на международных рынках. Вот, буквально, дословно. Бренды, кластеры на международных рынках. Причем здесь башкирский туризм? Я вообще не понимаю. Но ключевое мероприятие, которое затевает госпожа Туканова для развития туризма, знаете, какое? Создание музея в аэропорту. Вот это решит все проблемы туризма в Башкортостане. В общем, похоже, мы получили новую бойцову, женщину, которая в части освоения бюджетных средств через непонятные термины и однодневные мероприятия, видимо, вот будет сидеть на этом бюджете, каким бы он ни был. Мадам Туканова в моих глазах вообще является абсолютно непрофессиональным человеком, который просто две цифры не может одну на другую умножить и предположить жизнеспособность вот этих всех своих планов. Ну, на месте Хабирова я бы ее выгнал просто с оперативки и заставил идти исправлять вот это домашнее задание. Но, тем не менее, Хабиров выслушал ее вполне себе благосклонно и ничего не сказал в ответ. Доклады закончились, и Хабиров сделал заключение к оперативке. Заключение было тоже посвящено отоплению. То есть это вот больной вопрос. Дословно Хабиров сказал так, обращаясь к Морзаеву, мы с высокой вероятностью ждем потепления. Вы сейчас включите отопление, люди получат платежки, ведь нам влупят за весь сентябрь. Вот увидите. Люди нас на вилы поднимут. Пусть лучше носочки одевают и форточки не открывают. Вот примерно такой совет. Внезапно, видимо, думал, вот он не слушал Туканову, Хабиров, он думал, что нам делать с отоплением. И вот эти вилы, ему, видимо, все время то ли снятся они, то ли грезятся. То есть вот когда вот эти тетеньки в перекошенных, значит, этих песцовых шапках с вилами врываются к нему в кабинет, видимо, вот это вот тот самый кошмар Хабирова, Морзаев, надо сказать, охотно согласился. Тут же сообщил, что вообще-то 80% представителей домовых комитетов вообще против включения отопления и так далее, и так далее. Как-то резко поменялась ситуация на оперативке. Если вначале Хабиров сказал, да, 21-го числа даем отопление, то тут ему, значит, пригрезились вот эти вилы в боку, вот эти счета за сентябрь. Почему-то он считает, что непременно ресурсоснабжающие организации за 10 дней отопления выставят, как за месяц. С чего бы это интересно, не знаю. Если все прекрасно со счетчиками, гигакалории считаются, какие проблемы-то. Ну, в общем, что-то не то. Предсказываю, что никакого отопления в многоквартирных домах до 1 октября в массе своей так и не будет. Хотя в некоторых районах, наверное, все-таки включат по заявкам жителей. Но вот вилы, вилы, они страшат Хабирова, видимо. Не хочет он снова обсуждать с населением не только время подачи отопления, но и стоимость этого отопления. Напомню, что тариф у нас еще более возрос. В этом сезоне, там, по-моему, с 1 июля, стоимость ЖКХ увеличилась. И без того, исполинский самый большой тариф в Российской Федерации, в Башкирии, еще больше увеличился в абсолютном выражении. Так что платить мы будем еще больше в этом году. Не знаю, как в сентябре, но в октябре точно получим по полной программе. А завершил Хабиров и вовсе эпохальным заявлением эту оперативку. Он снова вернулся к вопросам выборов, поблагодарил жителей за высочайшую явку на выборы. Она у нас составила чуть ли не 73%. И сказал такую вещь, что у нас в Башкирии, как всегда, высокая избирательная культура. Это прямая цитата. Вот оказывается, что это было. Это были не украденные, фальшивые, сфальсифицированные выборы. Это была высокая избирательная культура. Ну, в общем, детально о высокой избирательной культуре в Башкортостане мы поговорим в субботу и воскресенье на стриме. Так что у нас все еще впереди. И мы ожидаем окончательных результатов оглашения фамилий тех депутатов, которые проходят от партий, чтобы уже полноценно об этом поговорить в конце недели. У вас есть достаточно много времени до воскресного стрима, чтобы прислать нам вопросы к этому стриму. А также у вас есть достаточно много времени, чтобы поставить нам лайки, написать свои комментарии под этим видео, стать спонсорами нашего канала. Кстати говоря, напоминаю, что появилась такая возможность. Есть простая клавиша. Это довольно просто сделать. Для нас очень важно ваша помощь и участие в каком бы то ни было виде. А лайки, это вообще, я считаю, дело святое. Так что не жадничайте, кликните мышкой и поставьте нам лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!